Здравствуйте, мои прекрасные зрители, мои прекрасные хозяйки! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я расскажу вам о своем чудесном открытии и немножко повторю о том, о чем, возможно, новые подписчики, подписчицы, в основном у меня все-таки женская аудитория, не знают, потому что определенные видео я записывала на заре канала и старалась не повторяться в тематиках, но поняла, что очень многие, например, меня спрашивают, Яна, а что это за способ почистить кремом? Потому что так или иначе всплывает, в особенности видео про уборках, в особенности в старых видео, где я этот лайфхак не озвучиваю, не показываю, но просто о нем говорю. Поэтому сегодня я расскажу о своем новом способе, прежде всего, который очень эффективен для стекол, а также для зеркал. Но на самом деле это является неким универсальным средством, потому что делает поверхность, как я люблю говорить, униформальной. Что я имею в виду? Если вы возьмете просто влажную тряпочку, проведете, допустим, по столу, который имеет деревянное, то есть это дерево с каким-то покрытием, это может быть лак, это может быть матовое покрытие, на самом деле любая-любая поверхность, которую вы только можете себе представить, зеркальная, стеклянная. Вы увидите, как в определенный момент влага излишняя собирается в дорожке. И вот когда я говорю об универсальности поверхности, я говорю о том, что поверхность просто влажная. В дорожке вот эта влага лишняя, даже если имеется, она не собирается. Это означает, что прежде всего, дорогие хозяйки, это означает, что когда эта влага высыхает, она может образовывать матовый налет, который не критичен, допустим, на мебели из дерева, который не критичен на всех, по большому счету, материалов, кроме зеркал и кроме стекол. Так вот, первое средство, которое мега, супер, эффективно, универсально, что я под этим имею в виду? Я имею в виду, что когда Данечка в плохом настроении выйдет из стола, поел он, поужинал, пообедал, что-то ему не понравилось, количество десерта данного, либо неданного, он, в общем-то, может прислониться к окну, он может прислониться к лестнице стеклянной и, в общем-то, пообнимать лестницу из стеклянной поверхности, пока грустит. И что это означает? Для меня это означает не просто отпечатки, а отпечатки рук, которые были так или иначе в еде. Это может быть жирная еда, это может быть сладкая еда, это может быть просто еда, которая, в общем-то, видна даже на стеклянной поверхности. Возьмите, пожалуйста, в небольшой распрыскиватель Вы можете взять специально купленный распрыскиватель. Где взять вообще качественный, хороший, классный и красивый распрыскиватель? Прежде всего, в парикмахерских салонах. Вот там так называемая прыскалка обладает нужной дисперсностью и радиусом. Потому что очень многие прыскалки выдают струю. Нам такая не нужна. Но, повторюсь, в парикмахерских, как правило, можно отрегулировать, насколько мелко будет распрыскивать. И можно отрегулировать также радиус, сделать его действительно струей, а сделать его более широким, что, конечно же, для уборки лучше. Но, опять же, то, что не превращается влага в пыль, водяную, это тоже очень важно для уборки, потому что мы не должны это все вдыхать. Это должно сесть непосредственно на поверхности. Поэтому в небольшой распрыскивателе вы можете купить специальный, использовать старый какой-то из-под закончившегося средства. Поэтому, пожалуйста, налейте внимание вот в таком соотношении 80% 98% алкоголя. Это средство я открыла для себя. Всегда оно у меня было, но открыла его для себя, потому что сейчас везде им пользуюсь, потому что сами знаете почему. Так вот, 80% 98% спирта. В Италии это называется алкоголь, в России это называется спирт. Кто-то, кстати, мне написал, что в России такой спирт так просто и не купишь, но я думаю, что в Европе он продается легко. И могу сказать, что в России, возможно, он продается в специальных технических магазинах, где все предназначено, допустим, для уборки, для ухода за домом и так далее. Вот в этих специальных отделах вы можете поискать. Этот спирт, кстати, продается здесь в Италии в 5-литровых, либо в 10-литровых фасовках, получается, в Таре. В 5-литровых, либо 10-литровых. Соответственно, возьмите 80% вот такого спирта 98%, добавьте 10-15% самой обычной воды из-под крана и чуть-чуть, буквально столовую ложку. Ну, получается, это будет 5%, но это может быть и 3%. На глаз все это делается. Добавьте средства для мытья посуды. Кстати, меня недавно спросили, Яна, чем вы моете посуду в посудомойке? Потому что многие знают, что я долгое время не пользовалась посудомойкой, теперь нам приходится ее пользоваться. Не столько потому, что очень много посуды, хотя и это тоже, а просто потому, что у нас засорился сток. И только вот прямо-таки под давлением, которое выдается из посудомойки вода, может, что называется, как-то как-то, плюс она еще очень горячая, беспрепятственно достаточно уйти в трубу канализационную. Потому что если мы моем посуду и воды больше уходит, мы все знаем, что посудомойка более экономична в отношении воды. У меня просто потом полраковины воды, полдня спускается, а вызвать ты никого не можешь, потому что сами знаете почему. Так вот, если вы возьмете и наведете себе такое средство, вы увидите, что стекла остаются прозрачными в момент. Стекла, а также зеркала остаются без разводов абсолютно. Необходимо иметь влажную тряпку, хорошо отжатую, либо даже, как я делаю с вечера, если я знаю, что я завтра буду убирать стеклянные зеркальные поверхности, я очень хорошо и обильно мочу какую-то тряпочку. Она лучше всего, если будет из старой футболки. Много раз тоже рассказывала, узнала об этом от своей синьоры, которая помогала мне убираться. Она итальянка, она этот трюк, кстати, узнала от своей мамы, а мама, я думаю, от бабушки. Так вот, я мочу обильно и на ночь оставляю, и просыхает достаточно хорошо тряпочка, для того, чтобы она была не влажной, но и не сухой. Это вот идеальное состояние тряпочки, опять же, можно, правда, расценивать как лайфхак, который будет очень-очень хорошо работать именно на поверхности зеркальных. Все, больше ничего я добавить не могу. Это лучшее средство, которое я знаю из тех, что работают на стеклах и на зеркалах. Итак, возвращаясь по поводу крема. Сколько? 5 минут уже рассказывала я о своем новом средстве. По поводу крема. Когда я встала на путь минимализма, я осознала и поняла, как я люблю говорить, что у меня большое количество ненужных кремов. Это были прежде всего крема для тела, который дарили мне, возможно, мои подруги, которые входили в какой-то подарочный, возможно, бесплатный набор. Потому что раньше я покупала очень много косметики для лица. Я покупала достаточное количество декоративной косметики. Всегда мне что-то давалось в подарок. И вот этого всего накопилось достаточно много, примерно 10 упаковок крема для рук, крема для тела. И всем этим я перестала пользоваться. Я перестала пользоваться кремом для рук, потому что я постоянно брала младенца. Это был Габрюшечка, которому сейчас уже 7 лет. И, соответственно, вот таким образом я поняла, что без крема для рук можно жить и иметь красивые руки. И потом, когда Габрюшечка подросла, я решила действительно, а что делать с этим кремом? Точнее, я задалась этим вопросом. Я однажды почистила этим кремом самую обычную, как я люблю говорить, самую обычную раковину. Почему это произошло? Да просто потому, что у крема, который мне было жалко выбросить, который я не собиралась использовать для себя, возможно, это был крем для тела. Почему я все время говорю крем для тела, крем для рук? Потому что обычно у этих кремов достаточно нежирная консистенция, потому что она приятной пленкой покрывает наше тело. Мы можем тут же надеть одежду, но при этом чувствовать себя ухоженными, красивыми, гладкими и так далее. Увлажненными, самое главное, правда. Так вот, у этого крема был очень вкусный запах. И мне было жаль выбрасывать этот крем. И жаль, прежде всего, из-за запаха. И я решила, распределю-ка я тонким слоем этот крем на раковине. Потому что таким образом запах сохранится хотя бы на несколько часов. Когда я это проделала при помощи, возможно, губки влажной, возможно, влажной тряпочки, возможно, даже просто салфетки, либо кусочка туалетной бумаги, я сейчас даже не вспомню. Я увидела, что сразу раковина стала как после чистящего средства. Мне это очень подошло, потому что у меня тогда был маленький, повторюсь, новорожденный ребенок, уже третий. А может быть, просто еще не третий, но я была, возможно, уже беременна. На самом деле, мне уже было важно иметь безопасные чистящие средства. Но, помимо всего этого, я заметила, что когда таким образом обрабатываешь раковину, обрабатываешь, допустим, смесители в душевой кабине, обрабатываешь стенки душевой кабины. У меня стенки душевой кабины. Это мозаика. Но я пробовала обрабатывать, и многие зрители видели этот эксперимент. Также стеклянные стенки. Да-да, как бы странно не звучало это. Я заметила, что вода скатывается лучше, и не остаются вот этих вот разводов от высохшей воды, и прежде всего, из вискового налета, гораздо дольше. Я говорю прямо-таки о нескольких днях, когда ты не должна задумываться о том, что у тебя уже не очень свежая душевая кабина, либо не очень свежий, опять же, смеситель. Потому что постоянно этот белесый налет, я думаю, каждая хозяйка знает, что средством из супермаркета ты вынуждена чистить его каждый день. А вот с кремом не нужно, либо нужно, вы можете специально купить и посмотреть, самый дешевый крем вам подойдет. Но важно, чтобы он был нежирный. А если у вас крем жирный, имейте в виду, что он, возможно, не подойдет для стекол в душевой кабине, но прекрасно подойдет для раковины. Будет обладать тем самым эффектом. Единственное, что вода будет как будто бы скатываться, но она, опять же, будет именно скатываться и не образовываться из вискового налета гораздо дольше. Ну и завершить хочу это видео тем, что также кондиционер для волос, а также маска для волос обладают тем же самым эффектом в отношении чистки из вискового налета, в отношении того, чтобы это было превентивной мерой, чтобы из вискового налета не образовывался как можно дольше. Обладают, да, самой обычной маской для волос, а также самый обычный кондиционер для волос. И вообще именно это привело меня к тому простому умозаключению, который потом подтвердился, я стала потом человеком, которому нравится читать ингредиенты, нравилось в определенный момент мне в них разбираться, у меня была загружена, точнее не загружена специальная программа, а я, бывает, стою в супермаркете, загружу ингредиенты и смотрю. Так вот я обнаружила, что очень часто ингредиенты, внимание, в кремах для тела, точнее в кремах для тела, правильно поставлю ударение, мне часто исправляют, в кремах для тела, в кремах для рук, а также в кондиционерах и в масках для волос, это примерно те же самые ингредиенты. Единственное, что разная формула, добавляются определенные, определенные, опять же, ингредиенты, которые позволяют, допустим, меньше пениться, больше пениться, больше эмульгироваться и так далее, и так далее. А по своей сути это все силиконы, которые дают нам гладкие блестящие волосы, которые дают нам также гладкую кожу, ощущение, что она атласная, но это не что иное, как пленочка, которая формируется из силиконов, которая точно так же, кстати, формируется на раковине, на смесителях и так далее. Ну что ж, дорогие хозяйки, надеюсь, что вот этот лайфхак первый, новый-новый, а также то, что возможно забыто о многими, кто знал, кто смотрел подобные видео, но до сих пор не попробованы, приведет вас действительно к потрясающим открытиям в том, что касается, прежде всего, безопасной уборки. Мы все понимаем, что чистить раковину кремом это более безопасно, чем чистить ее средством, которое мы покупаем в супермаркете, которое для этого предназначено. Всем желаю быстрых уборок, всем желаю хорошего настроения, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.